Привет всем! Что ожидают от фрукторианцев? Моя тема не позднее будет, наверное, благоухать такими позитивными вибрациями. Это будет очень непопулярная тема, но о которой следует задуматься. Земля не унаследована у нас от родителей, она взята нами в долг, говорит индейская пословица. А мы ее превратили сегодня в помойку. Давайте порассуждаем об этом. Когда я в 2011 году отказался от мяса, я вовсе не думал переходить на вегетарианство, веганство, а потом на сыроедение и на сегодняшний свой тип рациона фрукторианства. Для меня основная мотивирующая роль была духовная сторона, потому что не хотелось участвовать в эксплуатации и убийстве животных. Я не хотел ни рублем, ни вилкой в этом участвовать никак. Потом пришло понимание, что это еще и влияет на мои духовные какие-то качества, на карму. И позже я обнаружил огромное количество фактов, которые показывают, как сильно влияет выбор нашей еды на экологию, на нашу планету. И вот давайте посмотрим на кое-какие факты. Наверняка вы не видели такие знаменитые фильмы, как Скотта Заговор, Морской Заговор, и Правда о Мясе, Правда о Рыбе, Правда о Мясе и Правда о Море. Вот эти фильмы все можно обнаружить на моей странице. Вообще множество постов, которые можно увидеть и прочитать, и о питании, о здоровье. Вот это все и показывает, что я продвигаю, как веганка, фрукторианец. Я обнаружил с помощью этих фильмов, которые я перечислил вам, но есть еще и книги, кое-какие замечательные. Я обнаружил, что с изменением нашей цивилизации, с изменением технического прогресса и увеличением числа населения, мы стали крайне негативно влиять на окружающую среду. Посудите сами, если было еще в 1812 всего лишь миллиард живущих на планете, в 1912 стало полтора миллиарда, в 2012 году нас стало 7 миллиардов. Как вы думаете, откуда еда для этих 7 миллиардов? Как вы думаете, каким образом она вся эта производится? И что потом, когда мы покушали, помыли тарелки, выбросили мусор, куда это все отправляется? Вот почему мы превратили нашу планету в помойку. Потому что слишком много живущих, слишком нерационально потребляют еду, и слишком все заточено под конверное приготовление пищи. Я вам поясню. На самом деле, если сыроед или даже веган используют всего лишь 0,75 га, ну для того, чтобы прокормить одного вегана, одного сыроеда, то для мясоеда, для того, кто использует как мясные продукты, так и молоко, яйца, для него требуется уже в 5 раз больше этого пространства. Почему? Потому что вы, наверное, ни за что не представите, какая цифра в животноводстве используется, ну то есть живых существ, для того, чтобы прокормить те самые 7 миллиардов. 70 миллиардов, это только сухопутных, так сказать, живых существ. Коровы, свиньи, курицы, утки, кролики и так далее. 70 миллиардов в год. Что нужно для того, чтобы их вырастить? Для них используются сельскохозяйственные всевозможные культуры. Соя, кукуруза и пшеница – это самые распространенные. Для них отдано, ну, наверное, процентов 60 из всех сельхозугодий. То есть, как эти культуры, потому что на зерновых боях проще всего их откормить, и поэтому они, кстати, генномодифицированы. Это означает, что, употребляя мясом, человек заполучает эту генномодифицированную структуру. Для того, чтобы прокормить такое количество животных, неимоверное количество площадей уничтожается, ну то есть избавляется от деревьев, и под пахоту заселяют пшеницей тоже, соей, кукурузой. Дальше, истребляя эти леса, мы уменьшаем количество кислорода. Поливая все эти сельхозугодия, мы снова истончаем природный ресурс – вода. Очень много уходит на полив воды, на полив всех этих растений. Для того, чтобы сделать, по сути, для того, чтобы сделать всего лишь, ну, прокормить ту же утку, 480-680 грамм весящую, нужно около 5 литров в неделю, в одну только неделю, и около 10-15 всевозможных зерновых. Столько человек не потребляет. На самом деле, если бы человек перешел на веганство, на растительное полностью питание, то нам требовалось бы значительно меньше еды. Для того, чтобы пропахать все эти земли, для того, чтобы перевести все это, для того, чтобы тех же животных потом перевести, их мясо перевести, огромное количество используется транспортом в виде бензина. Поэтому так получается, что на планете, наверное, две самые сильные индустрии, которые уничтожают экологию. Это животноводство, это номер один. Никто бы не подумал, но это животноводство. Потому что очень много троится воды, очень много троится нефти, и даже, на самом деле, они истончают кислород. Потому что от коров, извините, но метана исходит из-за их, от рыжих газов. И, увы, это тоже очень сильно влияет. А напомню, потому что 70 миллиардов, это гораздо больше, чем людей. Поэтому они укорачивают ресурсы планеты. Дальше, что касается нефти. Конечно, очень сильно влияет на экологию нашей планеты. Переработка нефти, ее добыча. Но не просто потому что добыча, а потому что она крайне еще не доведена до совершенства. В 2016 году, если не ошибаюсь, был такой случай. В 2014 или 2016 году, когда Меськранском заливе потепела катастрофа, одна из нефтяных вышек. И туда в течение 85 дней развивалась нефть. Как вы думаете, там кто-нибудь выжил в условиях этой разливающейся нефти? Нет. Вся флора, фауна, она вся просто погибла. Идем дальше. Я буду постепенно накручивать. Не ждите от меня сегодня позитивных вибраций. Может быть, разве что в конце. Что касается фильмов, где можно подчеркнуть это. Можно зайти в альбомы. Вот классно, да. Можно пройтись и при вашем желании по моим разным альбомам. По фитнесу найти, по рецептам. Но сейчас, заходя в альбом, вы можете кое-что интересное найти о мясе, о молоке. И нам нужно чуть ниже опуститься. Нам внизу понадобится вот этот альбом. Наша живая планета. Видимо, получилось нажать на какой-то фильм. Несколько фильмов вам следует оттуда посмотреть, чтобы убедиться в правдивости моих слов. Чтобы увидеться в масштабности влияния нашей тарелки. Гибель океана вы видели. Есть еще пластиковый океан. На нем я упомяну чуть позже. Правда о мясе, правда о рыбе. Скотта-заговор, морской заговор, рыба массового поражения. Море и пластик. Вот что еще меня очень сильно волнует. Так получилось, что некоторые говорят, ну а что там рыбешку? Ее ж не жалко, она ж не умное существо. Однако порядка 100 миллионов рыбы вылавливается всевозможными траулерами. И как думаете, как здесь, каково здесь влияние? Вся эта цепочка, фитопланктон, зоопланктон, крупные особи, обитающие там на морском дне, они все создают определенную биохимию. Как в самой морской или океанической среде, так и такой момент есть. Если погрузиться в биохимию, биологию, то выяснится, что фитопланктон, так же ответственность, как и деревья, ответственны за создание кислорода, которым мы дышим. Фитопланктон создает порядка 70, наверное, процентов кислорода существующего. Остальное все делают деревья. Вот почему мы, фрукторианцы, спокойны за экологию. Об океане. Когда траулер проходит по дну, один из видов рыболовства под названием трав, они просто тянут сетку. Эта сетка цепляет все, что угодно, все, что возможно. Как крупных, так и мелких рыбешек. В том числе акулы, черепахи туда попадают, дельфины, киты, но пометчиками, конечно, которые. Эта сетка сдирает просто все на дне океана, поэтому гибнут кораллы. Гибнет та среда, в которой могли бы живые существа, обитатели океана жить. То есть даже рыболовством мы мало то, что вылавливаем, 100 миллионов тонн вылавливается в год. Вы только представьте то, что идет на консервы. Мы этим ухудшаем среду в водной среде, так еще и ухудшаем экологию самого дна. Кстати, никто не задумывается, наверняка никто не задумывается, пока не посмотрит такой фильм замечательный, как рыба массового поражения, насколько вредна рыба. И не только потому, что это труп животного. Я привел в пример гибели, точнее, катастрофу с нефтяной вышкой. Когда разливаются всевозможные нефтетанкеры, вышки, то не просто погибает, но та нефть, которая потом позже разливается, которая оседает, так сказать, в океанах, ее поглощает рыба и фитопланктон, которым питается все более-более крупная рыба. А это означает, что все эти яды, все эти нефтепродукты, они впоследствии попадают тем, кто любит рыбку. И это касается креветок, и это касается крупных рыбешек, тунец, форели и тому подобное. Поэтому, если вспомнить вообще, сколько произошло крушений судов, кстати, о судах, если в мире построено около 100 тысяч, и вот находится около 100 тысяч в морях и портах, из них 60 регулярно пороздят водные просторы. У меня был такой случай в моей юности. Я работал в 1994 году официантом на одном из теплоходов в городе Ростове-на-Дону. И там каждую ночь выбрасывалось по нескольку ящиков со всяким трэшем. Бутылки из-под шампанского, из-под колы, из-под соков. Все это просто сбрасывалось в реку Дон. Он был пришвартован, то есть можно было пройти чуть вперед дальше, но людям было лень это делать. И они просто в Дон сбрасывали. Как думаете, куда идет от этих рек этот мусор? Он снова стекает в океаны. То есть снова этот трэш идет в моря и океаны. Его поглощает рыба, которую поедает человек. Пластик. Когда я наблюдаю в магазине, кто и что покупает, меня это не улыбает, я не осуждаю людей. Мне очень жаль, что у них нет той информации, которой я владею. Каждый товар упакован во что-либо. Минимум там они покупают два огурчика и все в пакет. А в мире каждый месяц выбрасывается около 8 миллиардов пакетов. Так, на вскидку просто около 8 миллиардов разных-разных пакетов. Любой пластик разлагается от 100 до 300 лет. Если в месяц выбрасывается 8 миллиардов пакетов, что с ними произойдет? Что с ними произойдет, когда они, ну в конце концов, так замкадья захламлят и наши океаны, которых не так много? Через 60 лет, я думаю, просто жить будет негде. Это будет реально напоминать фильм Валли. Почему человеки ринулись в космос в поисках хорошей планеты? Потому что загажена планета, потому что там везде мусор. И роботов оставили, чтобы собирать. На самом деле в этом очень много правды. Пластик, который попадает в океаны, он разбивается на мелкие частицы. Некоторые рыбы его принимают за планктон и поглощают. Еще один бонус любителям рыбы. То есть любую рыбу можно, вскрыв там свежую морскую, вскрыть и увидеть. Как много в ней пластика, как много в них ядов. Об этом, обо всем вы узнаете в фильме «Рыба массового поражения». Я просто хочу вам на скидочку, так, чтобы вы призадумались, что в вашей тарелке оказывается. Действительно ли вкусный и полезный продукт? Ну как же, омега-3 в рыбе сверхполезный. Там же легкий ценный белок. Или мясо, которое нужно абсолютно всем. Мужчина без мяса. Так, мальчик. Все эти стереотипы надо отбросить куда подальше. И задуматься, что со здоровьем происходит. И что с планетой происходит. Много трэша, да? Бон аппетит. Очень сложно говорить об этом, когда понимаешь, что ты всего лишь одна капля в этом потоке информации. С другой стороны, я как капля, я часть этого океана. Поэтому я верю, что вы сегодня услышите, кому-то еще расскажете. Каждый раз, когда вы окажетесь на кассе, и вам предложат пакет, вы от него откажетесь. Я знал, я знал, что я не один такой. Я даже фрукты не упаковываю. Я с собой беру сумку многоразового использования. Я даже просто на яблоко наклеиваю этикетку, чтобы кассир мог одно яблоко просканировать, а весь остальной, килограмм или пять килограммов, спокойно передать мне. Так можно, ребята, и так нужно. Пластик, он не только из пакетов, он из упаковок. Молоко, соки, печенюшки. Сколько, я повторюсь, вот наблюдал покупок на кассе, это сплошные упаковки, упаковки, упаковки. Во-первых, это экология. Я уже достаточно, я думаю, об этом описал. А в том, что здоровье. Как вы думаете, может ли быть упакованный пакет полезен для здоровья? За редким-редким исключением. Растительный протеин, спирулина, да, ведь? За редким исключением. То есть те, которые действительно без упаковки никак не могут. Но те, которые упакованы для того, чтобы не перенести, а для того, чтобы они были законсервированы на многие месяцы и годы, но явно это не придаст никак здоровье. Есть еще одна замечательная книга, ну, помимо источников видео, для тех все-таки вдумчивых, кто любит читать. Джеймс Саймон, мясономика. Там вы также обнаружите все эти факты, многие еще и которые я не упомянул. Наверное, давайте подведем итог. Из загруженности вашей я понимаю, что тема не самая позитивная, но это мне показывает, да, что она важна. Это мне показывает, что вы явно готовы что-то сделать уже сегодня вечером. Да, ведь вы можете отказаться от пакетов в пользу экоупаковки. Ну, то есть даже авоськи, старые добрые авоськи. На самом деле, пластиковые пакеты стали применяться только последние 20 лет. И за последние 50 лет мы так наводнили пластиком, как не было, но в предыдущие столетия. И тут даже последний момент, можно про пластику, я обязан упомянуть. Есть фильм «Пластиковый океан». Он рассказывает о том, что порядка 48 километров может быть мысорное пятно в океане, в котором зажигалки, привет курильщикам, в котором пакеты, разумеется, надувные матрасы, коробки, сети. Все это разбивается, разбивается на мягкие щепки постепенно. И снова зоопланктон поглощает, его поглощает рыба, ее поедает человек. И становится день ото дня все больше с болезнями, с болезнями. Как этого избежать? Я уже упомянул один вариант. Брать просто авоськи. Брать всего лишь один пакет на всю массу фруктов, зелени. Осознанное отношение должно быть к упаковке. Разумеется, как фрукторианец, я искренне рекомендую вам обратить внимание на действительно здоровье. Продукты это фрукты, ягоды, зелень, овощи, семена, крупы. Это то, что вам точно придаст здоровье. И много упаковок оно не требует. Смотрите за тем, во что упаковано. Нужна ли вам эта упаковка или можете без нее обойтись. Сортируйте мусор. Это также спасает. Сейчас у нас даже в Москве не во всех подъездах стоят отдельные баки. Но это изменится. Дайте год, два, три и это будет. В Швейцарии там, например, возле каждого дома просто стоит что-то наподобие большой и огромной трубы. Она выходит пневматикой. В нее уже упакованы пакеты. Разделенные по мусору. Отдельно пластик, стекло, бумага и отдельно пищевые отходы. Нам тоже к этому надо прийти. Я очень хочу, чтобы как минимум вот эта моя аудитория, которая сейчас меня слышит. Вы ведь меня слышите? Ява! Еще! Да! Есть! Так вот, как минимум вы, драгоценные мои, уже измените эти трючки с упаковкой, с едой. Уже озаботитесь тем, что... Я знал, я знал, Аида. Озаботитесь, перемените и будете сподвигать своих близких. Разыщите на карте, если я не ошибаюсь. Давайте так, короче говоря, вы просто сами найдите эко-точки, то есть там, где отдельные мусоросборники по отдельному приему макулатуры, пластика и стекла, и направляйте туда мусор. Да, это немножко хлопотно. Поначалу, пока у нас не стоит возле каждого дома все это. Но со временем, я думаю, что чем больше нас будет, чем больше заявок от нас будет поступать, тем все больше и больше это будет возле каждого дома. И поэтому это также будет удобно. Просто я сегодня еще не затронул такую тему, как мусорные свалки. Фильм «Мусор». Он вам поможет увидеть масштабы, что происходит на планете. Главный актер, который снялся в этом фильме, он после этого стал вегетарианцем, поскольку он видел, что происходит с этими свалками и как влияет опять же еда на них. Кстати говоря, Китай, Индонезия, Штаты, как страны, которые больше всего производящие и потребляющие, которые омывают определенное море, океан, именно они виновны в том, что загрязняют океаны. Да, мы здесь, в Москве находящиеся, мы очень далеки от водных просторов, но, извините, Москва – река, которая впадает, которая несет дальше этот мусор. Поэтому каждый из нас, изменив свои эти привычки, каждый из нас может уже повлиять. Будьте теми каплями изменений в этом океане нашей, будем надеяться, долго живущей планеты.